Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Элик и Валя. И сегодняшний кот вообще отказывается сниматься, фотографироваться. Просто он так чувствует и отворачивается. Ну, кот, попозируй нашим жителям. Еще раз всем привет! Сегодня решила записать видео с маленьким обзорчиком цен на продукты, сезонные фрукты, овощи. И решила снять все-таки ярмарки. Ярмарку, которая проходит в моем районе, так же, как и во всех районах Киева. Я так понимаю, что да, ярмарка в каждом районе Киева. Не знаю, какие там будут цены, посмотрим, отличаются ли они от продуктов магазинных или обычного там рынка. Но сейчас мы с вами кушаем свой любимый прием пищи. Рыбка, авокадо, яйцо, помидорка. И бежим-бежим на эту ярмарку, потому что работает она не до вечера, а, скорее всего, где-то до обеда в первой половине дня. Ну, и я хочу успеть вам это все поснимать. Поэтому, если вам это интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Ну, а я погнала. Ну, в общем, воздушная тревога еще не закончилась. Как вы видели, люди в переходах находятся. Я тоже там, конечно, побыла, потому что опасно выходить. Звуки были очень громкие. ПО, слава богу, работает. Вроде бы отбили все. Все ракеты. Но пока еще воздушная тревога не отменена. Но я все-таки иду поснимать вам ярмарку, которая находится в каждом районе. Хочу посмотреть, что продают, какие сезонные овощи, фрукты, какие цены. Естественно, вам все это покажу. Фуф. Сегодня тепленько. Я в сортах. И вот мне куда-то туда. Так, я уже где-то на подходе к ярмарке. Хотя я еще точно не поняла, где она находится. И все-таки уже буду снимать вам видео. Уже отсюда вижу много запаркованных машин. Значит, где-то нам туда. И сезонные фрукты, ягоды у нас. Черешенка очень красивая. Почем черешня? 160. Боже, ну она такая гарна, девица. Ну она смачна. Смачна. А чая ци вона? Да, нет, на карпатте. Закарпаття? Боже, какая гарна. Клубничка. А клубничка? 80. 80. Ну, цены разные, хочу вам сказать. Есть и 70, есть и 100, есть и по 80. Огурчики красивые, красавцы. Дякую вам. А наша мета, це ярмарка. Ой, сегодня у нас тепленькая. Я в шортах. Ой, ну черешня, какая красивая. 190. Полуниця. Я здесь даже по 40. Вообще, 40, 85. Да. Ну, как раз все. Ну, все еще лучше. Дякую, Валеке, дуже приемно. И мне дуже приемно. Я так уж открывала, и уже его закинула, и нас сняли с монетизации, потому что я не продолжала свое дело. Ну, вы молодец, честно. Вот, если мы привык, мы славы. Спасибо большое, очень приятно. Встретила зрительницу. Очень приятно. 140 и 90. А вот вам, пожалуйста, 140 черешенка и клубника просто гигантского размера. Я прям вообще... Это где такая растет? Это под Киевом. Это волынь. Боже, ну это просто какая-то краса. Дякую вам, Валерий. Олег, все хорошо? Да, все хорошо. Привет передавайте, хоть я его и не знаю. Вот он вас увидит на видео. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ой, как же приятно, когда зрители подходят, здороваются, встречают и говорят кучу разных приятных комплиментов. А я все никак не дойду до нашей ярмарки. Ой, ну как же красиво сейчас цветут. Это розы или шиповник, ребята. Поправьте, не знаю. Но вот дом и маленький такой огородик с комнатными растениями, с уличными. Картошка вон лежит. Красивые розочки. Белые, желтые, красные, розовые. Так, я уже так понимаю, я подхожу. Поближе к ярмарке. Потому что люди уже оттуда выходят. Ай, блин, меня кусает что-то. Видать, в тех розочках какие-то насекомые. Подхожу я к ярмарке. Потому что люди уже оттуда идут с картошкой, клубникой, черешней. Интересно вам узнать цены, что почем. Мне тоже интересно. Так что никогда на этих ярмарках я ничего не покупала. Да и даже, в принципе, наверное, не была. Ну, а вот сегодня все-таки решила сходить. Самой интересно, что почем, что продают. Наш пропоредж. Лайк тебе. И вот она, вот она улица с ярмаркой. Так. Я не буду удивляться. Десять картошка. Двенадцать. Ой, сколько хлебушка, рулеты, всякие. Маковые, не маковые. Домашняя выпечка. Домашняя выпечка. Класс. Пироги, хлеб на заквасочке. А почему такие черные хлебы? Вот такие 18 гривен. 18,5? Да. 18 гривен. Дякую. Картошка 55,60. Капуста 50, но я покупала по 45. Цибулька 60. Ну, честно, мои ребята, цены чуть-чуть, как бы, высоковатые, как для ярмарки. Я покупала все гораздо дешевле. Даже, вы смотрите, перчик 180. Я брала 175 2-3 дня назад. Ну, и огурцы по 45 были. Тут 60. Ну, не буду ничего говорить насчет цен. Пишите, какие у вас цены сейчас на продукты. Ух, какой красивый нектарин. Огромный, медовый, по 135. Черешенка, помидоры, кабачок 50. Ой, авокадо, красивый хас. Обожаю их. 70 гривен. Это за штуку. Да? За штучку авокадо? Ну, конечно. За штучку. Так, а? Клубничка 75. Красивая зеленушка, укроп, картошка. Есть малюшка вот такая, смотрите. И вот такая малюшка. Есть покрупнее немножко. У тебя вообще бомба. Вот видите, какая сарит. Да? А по чем она? Такая 60. 60. Ну, это домашняя, броварить. Ага, броварить. Ага, дякую. Бурячок молодой. Какой красивый, смотрите. Потому что она уже шубу делает. Шубу? Да, борщик надо варить, а не шубу. А больше будет темно красным. Вот уже варили как борщ. Ага. Цибулька классная. Уже выросла. Чесничок молодой. Ой, такой же красивый. Хочется все купить. Доброго дня. Доброго дня. Пишу вам. Сирок, так? Творог. Сологуни. Моцарелка. Моцарелка. Маслице, бачу. А, это типа как кара. Ну, фета даже. Ну, даже... Перчик. С классом даже все. Ой, земляника. Боже, где вы ее знайшли? Черкащина. Черкащина? Земляничка, ребята. А сколько стоит? 130. 130 баночка, да? Все, дякую. Черешенька, 130. А, покажите мне бумажку, что стоит. А, уже земляника, ребята. Горох. Ну, цели разные на горох и на огурцы. Тут 75, там 55. Есть по 45. Не понимаю, почему такая разница в цене. Чкалов. Ой, это самая вкусная черешня. 120. Смочная, смочная. Их видно. А прям видно, она вся блыскает, блыстыть. Лунычка, клубничка. Помидоры розовые тоже красивые. По 100 воловы сердце. Огурчик прям в разрезе положили. Здесь снова молочка. Ну, честно говоря, в такую жару молочку покупать на рынке, ну, я, наверное, все-таки не советую. О, такие чайные столики ездят. Кофе, чай. Класс, земляничка опять. А откуда, пожалуйста, скажите? Кто? Виночина. Виночина. Да, Виночина. Сжимолость, да? Да. Никогда ее нигде не видела в продаже, но у блогеров видела, что они ее едят, и она очень вкусная и полезная. Наверное, все-таки возьму попробовать. Килограмм? 300 гривен. 300. Ну, это меньше 10 долларов. В принципе, цена хорошая. Да, да, дякую. Черешня хрустка даже, видите, пишет хрустящая. Боже, ну, она такая большая, как вам показать, чтобы вы поняли. Ну, просто реально огромные, огромные ягоды. Знаете, все-таки какая-то своя атмосфера в этих ярмарках, рынках. О, цветная капустка уже по 75, а это луковые или чесночные цебулы, стрелочки. Говорят, очень вкусно их, если пожарить с чесночком. Ух ты, это что такое кабачок желтый, интересненький. А тут у нас и очки продают, и носишки, трусишки. Вот они. В принципе, ассортимент в каждой палатке примерно одинаковый. Овощи, ягоды, салатики. Но, ой, как свежо выглядит это все, вся зелень. Айсберг, обожаю его. Ромен, если не ошибаюсь. Мятка. Щабик. Я его сейчас хочу купить. Хочу зеленый борщ. Это щаблик у вас, да? Да. А скольки коштует? 20 гривень пучок. Дякую. Все, на обратном пути 100% куплю, потому что я хочу зеленый борщ. Авокатки, чесночок молодой, перчики, базилик. Ой, это что такое в борщиках? А, розмарин и тимьян, смотрите, прямо в горшочках продают. Вот, 50 гривен вот такой вот пустик стоит. Ммм, боже, какая красота. Какая красота. Я так рада, что я сюда попала. Картофелька домашняя, 80 гривен. Редиска еще вот продают. 30 пучок. Пучок я не знаю, сколько это. Но не килограмм. Дяблочки, куча разных видов и картошки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь видов картошки. Класс. А вот и полоничка домашняя, солоденькая. Дякую вам. Бурячок молодой. Я не красный больше хочу, так что бурячок я тоже куплю. 85. 85. Ох, сын. Какую цену у вас буряк молодой? Бурячок, господи, бурячок 95, ребята. Он на рынке возле моего дома 50. Не знаю, что с ценами здесь творится, но какой-то ажиотаж повышенный. Цены завышены, но люди все берут, все покупают. То помидорчики розовые. Да, чумак. Есть вот такие коктейльные, по-другому, по-моему. Сливы красивенные. Абрикосы, нектарины, персики. В общем, куча всего. О, грибочки. О, какая мелкая клубничка. О, наверное, вкусная. 55. Специи. Ну, честно говоря, они в открытом виде. И не знаю, есть какой-то запах или аромат. Чимима. Снова хлебушек. Ой, как красиво, смотрите. Черный, белый. Это с вишней, да, с чем? Нет, смородина. 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 А, боже, какие красивые. А сколько кошек? Вот такие 70 гривен. Кусочек? Целый. Целый 70 гривен вообще. Возьмите руку. Возьмите руку на воду. Ага. Ничего себе. А виду мангра. Дякую. После 60 гривен меньше. Ага. Дякую. О, сколько видов меда. И есть в сотках. Такий дитячий мед. Вот в таких вот штучечках, в баночках, в коробочках. И есть палочки, нужно попробовать. 150, 130. Есть 100 гривен, есть 200 гривен литров. Ага. А мясо и салка тут продают. Бачите, вот так накрыто от мух. Ой, сколько зелени. Очень красивая, свеженькая. И тимьянчик, и мята. А что вот это за листья такие? Я первый раз вижу. Салатная капуста кейл. Как? Можно вас снят, да? Как называется? Салатная капуста кейл. Кейл? Да. Ребята, напишите, что это. Она такая не очень популярная. Салатная капуста кейл. Я первый раз такую вижу и слышу. Напишите в комментариях, вы такую покупали, ели или нет. И что, это вкусно. Какие салаты с нее делать. А листья в бурячка, я просто обожаю в салатиках. Красиво у вас все, свеженько. Все, дякую. Вот снова сальцо, мясцо. Здравствуйте. А почем салка ваша? Вес сала, девочки, 100 есть 350, а там какую-нибудь. Что есть гривень? Это есть, ну, меньше трех долларов. И есть 300, не, 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 спасибо, спасибо. И есть 10 долларов. Есть 10 долларов. Дякую. Так, огурчики 55, а, редиска 55, огурчики 65. Капустка, ой, какой красивый помидор. 100% он самый вкусный, наверное, всех помидор. Без стержня и такие, очень сочные, бедослужные в середине. Без стержня говорят, помидорчик. Я уже, да, я вижу, да, он мясистый, мясистый. Прямо вообще 130. Я вас доверюсь. Дякую. Спасибо. Снова встретила зрительницу, очень приятно. Тут у нас сальце. Добрый день. Добрый день. Гарный, красивый. Слушай, ушки, копыта, ноги. И красивое мяско. В холодильнике, кстати, свеженькое. Хорошо выглядит. Так, вы вам. Тут тоже мяско. Оно хоть и накрыто, ребята, но... Так, вы и толпали. Ну, нет, 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 нет. Я лучше куплю в магазине. Я даже не буду спрашивать, цены на это мясо. Хотя, если вам интересно... А скирки ребро? Это не ребро, это корешечка. Корешечка 220. 220. Сателлятинка. А мякоть? Так, 220. 220. Ребенце 170. 170 руберцов. Телячь, если вы не... Телячь, если вы не... Подвисим, сколько. Дякую. Жарко сегодня. О, трусишки на сишки. Надо себе будет подкупить свеженьких. А почем на сишки ваши? От 50. Бачу, 100, да? Чи нет? Да, то угоршина, то дорога. Ага. Ой, вот эти хорошенькие. Мне нравятся. Серый с белым. Буду идти обратно. А, вот 50 гривен, кстати. Ну, недорого. Дякую. Картошка в мешках. Ну, похоже, что я уже почти прохожу полностью эту ярмарку. А вот 130. Цены настолько разные на черешню. Ну, честно, даже... На качество. Пробуйте, девушка. Дякую. Есть 130, есть 190. Но вкусная вся. Вот честно вам подскажу. Ой, тут колбаски нас продают. Вот такие копченые есть. Дякую. Дякую проверку. Прямо все. И не буду. А, вот такая сетка. Нос. Блин. Муха ползает. Господи, уже подумали, что для проверки снимаю видео. Но нет, конечно же. Снимали видео для вас. И для себя. Ох, какой пай. Что, не пойму, здесь продают. Ну, что-то интересное. Футболки американские, 100% картонка. Американские футболки. Почем? 250 гривен. 250 гривен футболочка. Чего? Американские шампуни канадские, мыло, дезодоранты. Ага. Зубная паста без ничего на основе зубного порошка. Зубная паста без ничего на основе зубного порошка. Сколько она коштует? 50 гривен. 50 гривен. 67 гривен. Ой, рыбка копченая. Ну, а также, ребята. 67 гривен. 67 гривен. 67 гривен. Это я вам бужен 33, да? О, привет. Тут снова у нас мясо, буженина. И прям видно, что оно, ну, не то что ручной работой, но вы поняли, да? Сами люди, которые это делают. Печеньки сладости. Орешки. Орешки. Я не черешнями фанат, в отличие от Олега. Я знаю, это его слабость. Он бы сейчас всю эту черешню тут скупил. Наверное, килограмм пять. Я в этом году ни разу ее еще не покупала. А вот клубничку я полюбляю. Ой, это мой отдел. Обязательно сейчас куплю каких-то свежих досточек. Я люблю, когда все продукты режутся на отдельных досточках. Овощи, рыба, фрукты. Еда коту, да? У меня для кота отдельная досточка. Класс. Ложки, вилки, лопатки. А сколько примерно в среднем стоят? 20 и 120 гривен. Класс. Ложки для меда. Маленькие вот эти ложечки. Красивые. А для чего они, интересно? Какие? Патти. Для спэти. А, для спэти. Дякую. Такие баночки. Баночки тоже для спэти. Супер. Спасибо. Спасибо. Так, магнитики. Так, верю в ЗСУ. Какие у вас, какого-то важного? Ой, класс. Смотрите, какие это спички или под спички. А, спички. Да, да, смотрите. О, вот это четенько вообще. Да и про корабль тоже четенько. Надо приобрести на память. Тапки, конфетки, трусишки опять на сишки. Я не буду спрашивать, почем. Потому что, ну, я не понимаю, кто здесь это покупает. Ну, и в принципе, я уже практически дошла до последней крайней точки. Здесь у нас очередь. За черешенкой, клубничкой. Видать, очень вкусненькая. 50-50. Редиска 50, огурчики 70. Опять же, еще раз вам повторюсь. Возле моего дома здесь несколько точек с фруктами и овощами. И там это все продается дешевле. А напишите, какие у вас еще сцены на огурцы, помидоры. Мне кажется, все-таки в каждом районе Киева есть такие ярмарки. Интересно, в других городах есть у вас, ребята, такие ярмарки или нет? Недалеко находится парк. И тут что-то ребята продают. Стаканчик водички 5 гривен. Это пепс. Да? 5 гривен. И тут, пожалуйста, вам допомога на ЗСУ. Молодцы. Кофеечек, наверное, возьму себе латешечку. Ну, цены, смотрите, 39,49,59. Недешево. Я беру в Новосе за 36. А в АТБ вообще по 29 латешечку. Большой, большой размер. Качельки классные стоят. Прокат машин, батуты. В общем, не буду вам делать этот обзор парка. Но мне здесь нравится гулять. Реально, практически каждый день я здесь сюда прихожу. Сейчас день, поэтому не сильно много людей. А вот вечером будет просто тюрьма. Ой, божечки, какая ты маленькая, хорошенькая собачечка. Привет. Здравствуйте. Такая хорошая, горнюсечка. Спасибо. Класс. Ой, так что, ребятки, буду я заканчивать это видео. Приятно было погулять, конечно, по такому рыночку, базарчику. Но, опять же, повторюсь вам, цены совсем разные. Реально, большинство продуктов дороже, чем можно купить в магазине или на обычном рынке. Так вот, ребята, побывали мы с вами на ярмарке, на Киевской ярмарке одного из районов моего города. Я надеюсь, вам было интересненько поузнавать, посмотреть цены на продукты. Но, опять же, повторюсь, что цены настолько разные, если сравнивать с магазином, с базаром, что какие-то продукты даже очень дорого можно приобрести, но люди все равно покупают и приходят сюда. Наверное, это им очень нравится. Я в таких местах никогда ничего не покупаю. Покупаю или в супермаркете, но сейчас огурцы и помидоры в супермаркетах мне не особо нравятся. Поэтому у меня возле дома есть небольших, там, 2-3 точечки, где всегда свежие вкусные огурчики и помидорчики. Поэтому напишите, было ли интересно это видео для вас. Снимать ли дальше вам обзоры цен или рынков, магазинов, супермаркетов, или просто свою повседневную жизнь, ну, как бы свою бытовуху. Будет очень интересно почитать, интересно ли вам такие видео. И, как всегда, с вами были Олег и Валя. Вернее, пока только Валя. И в Себды, Украина. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok